На подготовку к зиме в Хабаровске в 2019 году потратят 5 миллиардов рублей. На эти деньги заменят 20 километров сетей водопровода и канализации. В этом году используют новые технологии, какие именно, расскажет наш корреспондент. Около 5 миллиардов рублей уйдет на подготовку к отопительному сезону в Хабаровске. Это ремонт кровли, подъездов, дворов, реконструкция теплотрасс, сетей водоснабжения и водоотведения. На переулке Промышленном продолжается ремонт тепломагистрали. Ее общая протяженность 1200 километров. Денег хватает, в сроки укладываются. Полностью все работы завершат 25 сентября, но запустить горячую воду по трубам можно раньше. Благоустройство, изоляция, это мы будем, можно проводить и до ноября месяца, правильно, да? Тогда мы, давайте уточним сроки сдачи теплотрассы. 15 сентября. 15 сентября. Однако, не на всех объектах все хорошо. Чтобы привести в порядок водоснабжение и теплоснабжение в районе ДОС, большой аэродром. За три года потратили около 100 миллионов рублей. Трубы были в плачевном состоянии. Мы это приняли микрорайон от военных. Если историю вспомнить, за 10 лет вот таких вот теплотрасс, мы приняли муниципальную собственность около 240 километров. Это все упало на плечи муниципалитета. И постепенно все это хозяйство меняется, как вот и на ДОСах. Раньше тепломагистрали находились на поверхности, что противоречит нормативам и портит эстетический вид района. Постепенно МУП тепловые сети меняет трубы и прячет их под землю. В этом году план выполнили. Отремонтировали 500 метров труб. Однако есть еще полтора километра внеплановых, аварийных участков. Для их реконструкции требуется дополнительное финансирование. На 52 миллиона документации уже есть, и все проверки прошли. То есть если вы даете добро, мы заказываем трубы. Мэр пообещал пересмотреть бюджет и решить вопрос. Не все хорошо на ДОСах и с водопроводными сетями, которые тоже достались от военных. Здесь в этом году МУП «Водоканал» планирует заменить больше двух километров труб. Кроме того, ремонта требуют колодцы. «Водоканал» предложил заменить их на полимерные, которые не разрушаются, в отличие от бетонных. Такое нововведение подсмотрели на Западе России. Сейчас закупили пробные. 10 штук, уже поставили три. На дороге пока мы не рискуем. Посмотрим, как они держатся, где КАМАЗы ходят. А где люди ходят, мы планируем вот такие колодцы. Я думаю, что они и на дороге выдержат. Они же ставятся, я видел, в Санкт-Петербурге. Они же на полотне дороги ставятся, и никаких проблем нет. В ходе объезда мэр посетил 8 объектов и проверил, как идут работы. Особых претензий у градоначальника не было. Хабаровск будет готов к зиме. Федеральный закон дает нам право заносить в черный список подрядчиков, то есть недобросовестные поставщики. Свои репутации сегодня подрядные организации дорожат. И стараются делать все в графике и в те нормы, которые установлены. Самое большое количество обращений, естественно, это касается услуг ЖКХ. Но вот сегодняшний объезд показал, что большую работу проводит администрация города, мэр города Хабаровска по подготовке города к зиме. И итогом этой большой работы, естественно, должно быть благополучие наших жителей. Владислав Игнатьев, Дмитрий Папуша. Смотри Хабаровск.